это не глюк это вот такой звук тут в праге раздается сначала прозвучала прозвучал голос из которого следует о том что это в напоминание видать может быть воздушной тревоги и вот длится уже полминуты наверное еще полминуты будет длиться ну вот он наконец закончился это кстати было прекрасным началом того чем я собираюсь вам сказать сегодня потому что как говорил один прекрасный редактор журнала собака ру белкин который на сабеле художник петь минут позора и обеспеченная старость это он так рассказывал нам про одного искусствоведа который ставил себе подпись на подделках художника гончарова и художника ларионова в лондоне но несколько там было таких случаев дело в том что прага я сейчас испытывают туристический бум я пребываю здесь в декабре в принципе в то время когда в большинстве других мест туристов не очень много здесь просто прорва ну единственное что опять-таки туристы ведут себя как как партия им сказала до виде путеводителей то есть вот все там места типа старая месткой площади или пражский град вот там ну не пропихнуться реально стоит отойти буквально два шага влево два шага право и никого нет вчера буквально мы посетили замечательное место ларета там рядом могила нашего сапера белякова и если пойти дальше там в принципе замечательная альтернатива этой самой златой улочки которая является не больше не меньше как туристическим китчем а там не помню называется эта улица и в конце прекраснейшее заведение урака с тремя столиками можно посидеть мило никого нет я вот к чему но люди вот следует так как им велено поэтому опять-таки задаешься вопросом о том как же правильно выбрать допустим гида я бы сам бы с удовольствием походил бы здесь каким-нибудь неординарным гидом погуглил что-то ничего меня не впечатлило если честно почему такой туристический бум одна из причин на прага очень хорошо сохранилась почему она очень хорошо сохранилась потому что во время великой отечественной войны чехи честно на совесть работали на дядю ади в то время как скажем моя бабушка хоронила своего братика в блокадном ленинграде а мой дед переправлялся через него на низкий пятачок откуда его потом переправляли обратно уже раненого из-за чего собственно и спасся здесь все было хорошо да была проблемка небольшая чего-то в какой-то момент чехи начали высказывать недовольство сюда был направлен гейдрих это такая звезда третьего рейха который в общем-то практически подсиживал гиммлер из-за чего у них были конфликты потому что гиммлер метил на пост но как это называется министра внутренних дел и в общем-то гейдрих метил туда же и здесь в итоге на гейдриха было совершенно покушение я расскажу о нем отдельно потому что покушение выглядело как чистой воды анекдот причем с обеих сторон там трамвай остановился не вовремя и пистолеты с автоматами заклинивались и в общем-то гейдриха удалось только ранить но ранее смертельная у номер чехия огребли за это очень сильно в ледице особенно это сейчас позиционируется как один из главных актов противодействия фашистской германии на церкви кирилла мефодия висит мемориальная доска о том что там скрывалась как раз 7 участников этого заговора потом они все были казнены но из песни слов не выкинешь промышленный коллаборационизм процветал и поэтому правда прекрасно пережила вторую мировую войну нельзя сказать что в целости и сохранности были тут все-таки бомбежки американцы типа случайно ну перепутали с дрезденом но бывает скинули бомбы хотя конечно же это был просто акт устрашения но по сравнению с тем как например они поступили самим дрезденом прага можно сказать отдыхала и сейчас я честно говоря не слежу вообще за взаимоотношения между чехией и россией я знаю что здесь огромное количество русских здесь постоянно в них натыкаешься причем как туристов так и живущих здесь надо сказать что часть этих русских наверное не совсем русские потому что постоянно слышишь фразу типа шо или вот в первый же день поднимаясь по эскалатору впереди стояло несколько прекрасных дам и одна из них галя прям таки свалилась на меня галя весила под центр ну и а я приехал еще не перестроился и в конце она сказала дякую когда я поймал и я сказал ну вообще-то мы тут все свои можно и по-русски расслабиться мне показалось что она меня по-чешски благодарит потом-то когда мне дошло что это вообще-то по-украински я извините не очень в украинском шаре ровно как и в чешском хотя и там и там есть масса слов которые очень сильно напоминают наши как вы знаете то что соотечественников наших и нынешних и бывших здесь хватает и вот последнюю поездку в берлин была семейная пара из праги был еще один экскурсант из праги они мне в один голос сказали что за последние 10 лет здесь идет такая волна антикоммунизации яростные просто из песни слов не выкинешь действительно у чехов есть на это определенные права и все это вот шестьдесят восьмой год и так далее об этом я сейчас еще скажу но вот я знаете все время я иногда как высоцкий то есть я в россии выступая с критикой советского союза когда попадаю за границей я начинаю его защищать но такая у меня двойственная предательская натура которая многими не принимается не понимается что я могу с собой поделать печально то что на самом деле у нас с чехией все складывалось очень хорошо чехи ведь как и финны как и все жители прибалтийских стран они довольно долгое время не имели самостоятельного государства они там жили под кем угодно под габсгурб под габсгурб под фамилии габсбургов под австро-венгерской империи и так далее и например был такой йозеф добровский который кстати дружил с вас словом ганка я которого сейчас тоже скажу так вот добровский он еще после наполеоновских войн специально разработал даже русско-чешский словарь для налаживания связи между нашими народами вообще перевел на чешский язык слова о полку игоря был один из таких главных и первых орсофилов его мне приятели васлав ганка он вошел в историю тем что он соорудил две совершенно феноменальные фальшивки они вошли в историю как короледворская зеленогорская рукописи он что сделал он нашел реально старый моноскрит ну старую книгу с оригинальным пергаментом с оригинальной бумагой еще не заполненную и исписал ее своими гениальными виршами и выдал за общем-то натуральный продукт поскольку тогда еще не существовало технологии которые проверяли бы чернила то все решили что так она и есть и только в конце 19 века когда был произведен химический анализ полностью выяснилось что это фальшивки чешское общество воспринял это крайне болезненно потому что для них это был самый главный документ самых главных два документа которые свидетельствовали о том что их народ действительно древний и вот она тому свидетельство но об этом довольно подробно рассказывал мой приятель игорь яковлев еще наших первых беседах которые когда-то состоялись суть не в этом а в том что ганка точно также был одним из проповедников идеи дружбы между россией и чехией затем уже к середине 19 века возникла вот эта идея там панславизма или здесь разрабатывалась история история связана с авторславизмом франтишек палацкий был ее ну один из ее авторов один из идеологов так вот франтишек палацкий он сам участвовал тут был в чехии 1 славянский съезд на сказать что главным представителем от россии был бакунин потому что николай 1 запретил сюда отправляться нашим соотечественникам поскольку он не хотела подставлять императора австро-венгрии этот император австро-венгрии позата потом прекрасно поставил николая не первого во время крымской войны вот такой у нас был прекрасный талантливый дипломатии царь но суть не в этом вот был здесь этот съезд потом были съезды у нас россии и туда как раз франтишек палацкий приезжал и разрабатывалась вообще новая концепция которая потом вылилась я расскажу что тут надо еще знаете о чем сказать что вот все вот эти славянские движения например о них свидетельствует вот этот бренд культурный могучая кучка соловьё у вас славьев этот господи как же его стасов владимир стасов наш главный идеолог народник 2 пола 19 века сын известного архитектора он же придумал этот бренд это название он придумал после того как был один из концертов в рамках как раз этих славянских всех действий концерт проходил в зале городской думы на углу невского и думской улице и вот после этого концерта когда там исполнялись как раз произведение музыкальные членов будущем могучей кучки он и написал в газете петербургской газете о том что вот она еще такая маленькая но могучая кучка в принципе об этом я уже рассказал выпуске про балакирева в серии нижний с перцем апогеи это движение достигла в начале двадцатого века когда будущее первый премьер-министр независимой чехии чехословакии кстати вот еще паласки тоже разрабатывал идея единения чехов и словаков значит карл крамерш он был женат кстати на надежде худовой она первым браком была замужем за абрикосовым хлудовый купеческий рот может быть вы знаете что на месте гостиницы москва в москве стояли хлудовские бани знаменитые ну также они были рассадником проституции но об этом как-нибудь отдельно расскажу собственно об этом рассказывается на своих экскурсиях москве так вот он был женат на русской да затем он разрабатывал так называемую славянскую конституцию и вынашивала идею объединения вообще чехи с россией и рядом других государств включая польшу под протекторатом россии и не чехи должен был возглавлять на даче не чехи а вот это вот это вот искусственное объединение должен был возглавлять один из романовых и за русофильские настроения он был приговорен аж к смертной казни которая была заменена 15-летней каторгой потому что францосев но побоялся казнить то он был он там был не один который был приговорен за русофильские настроения вот к такой мере наказания и в итоге он это все пережил он стал премьер-министром ирония судьбы заключается в том что все его идеи естественно были похерены после семнадцатого года потому что когда пришли к власти большевики понятное дело никаких там романовых речи не могло идти но тем не менее вот постоянно вот шло вот это развитие до младшего старшего брата чехи были к этому готовы и казалось бы вот 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 но и как случае сша с которой мы ведь нас на веке очень сильно дружили у меня об этом было два выпуска еще много лет назад снятых здесь у нас тоже что-то произошло произошло то что мы освободили прагу и вы знаете что сейчас есть печальная история с памятником коневом до которую я пока не доехал но может сегодня доеду сегодня последний день в праге завтра еду вену на поезде хотят его снести перенести аж не знаю какая участь ему заготовлена и чехи очень быстро забыли про великую отечественную войну именно в плане их настоящей жизни зато они прекрасно помнят про эту коммунистическую диктатуру которая насаждалась да действительно здесь были проблемы с правами человека и так далее но мы прекрасно знаем что в чехии был более щадящий режим чем там в том же самом советском союзе начиная от каких-то экономических вещей заканчивая идеологическими и поездки вот у нас когда выбивались ссср за границу в чехию отпускали как раз показать но вот как может вылить соц страна выглядела она конечно иначе и вот прага было явным тому подтверждение в итоге мы имеем то что имеем одно забыли другое помним так собственно делается не политика и все те люди которые приезжают и на воцлавак на васовскую площадь там на здании национального музея на самом главном висит мемориальная доска конечно же никто никогда не смотрит потому что вы думал то что на чешском так она еще висит там сбоку припеку ее фиг заметишь который рассказывает о событиях 68 года и огромное количество этих монументов сопротивления это вот виктория висит на народном проспекте знак там тоже где были студенческие демонстрации они все напоминают о том как это все закончилось так называем бархатной революции 89 году когда чехия наконец свергли этот коммунистический режим поэтому и можно позавидовать искренне позавидовать потому что я с трудом представляю что здесь происходит летом мне кажется тут просто туристический ад но бабла конечно это черт сюда от туристов немерено со всего мира здесь есть все и слышу французскую и китайскую и японскую и английскую естественно речь и испанскую и так далее не то чтобы ничего этого не было но может быть это было не в такой мере не в таком формате если бы скажем чехи попробовали бы оказать какое-то сопротивление на ней этого не сделали не все было конечно сопротивление безусловно было но в массе своей они все это прекрасно восприняли такие бренды как шкода напрямую связаны с историей взаимодействия с нацистской германией и вот с этой мыслью я постоянно хожу здесь и вот буквально вот здесь вот рядом с той стороны там есть музей полиции опять-таки как делается история там нашел заметку о борьбе с бандеровцами на территории чехословакии опять-таки к слову вообще если финализировать уже не политическом плане ощущение от праги самые позитивные я никогда не думал что меня может торкнуть город он меня действительно торкнул я понял о чем тут можно рассказать о чем тут не надо рассказать например мне кажется что в пражский город общине надо возить туристов туда их нужно приводить показывать собор святого вита и сразу валить в ларету потому что дальше там ну не пропихнуться реально в праге нет велосипедистов абсолютно то есть я их видел несколько штук все они delivery club поэтому я тут на своем велосипеде выгляжу конечно как какой-то уникум в праге огромное количество собак которые срут на дороге и постоянно ходишь ну по крайней мере не в центре если не в самом центре то постоянно натыкаешься на это собачье дерьмо и нужно быть внимательным чехи мне очень понравились тем что они уступают место в общественном транспорте у меня была замечательная история когда я в бостоне ехал в аэропорт я летел в вашингтон и зашла женщина и я предварительно узнав ситуации в сша с этим сделал думал вступать мне или не вступать место потому что ну 99 процентов что все было бы нормально если ты был бы тот самый один процент то могут быть скандал а мне лететь мне никак нельзя было терять время поэтому я остался сидеть вот в чехии с этим все нормально чехии очень похожи нас в плане того что они никогда не улыбаются не продают тебе билеты они обслуживают тебя в кафе они тебе не улыбаются я ехал в трамвае я скажу честно я даже не мониторил с билетами ну я привык что ты заходишь и можешь купить билет у водителя я захожу и спрашиваю про билет он посмотрел мне как-то кусок говна вот реально ну я забил поехал без билета поэтому в этом плане мы конечно с ними весьма родненькие а так все очень мило вот середина декабря зеленая травка разве что вот листочков на деревьях не хватает но зато тепло прекрасно и мне кажется что это самое время когда надо ехать в прагу еще кстати мне здесь понравилось то что есть тут и кефир и творог и паханка это гречи которую я постоянно покупаю или гречка кому как ближе поэтому будет я думаю в прагу тур думаю как его еще сделать куда водить куда не водить но тем не менее там по осени 2020 года или начали 21 я обязательно соберу группу ну а так как вы знаете по осени будет обязательно еще одна группа и в берлин и в париж и вену мы поедем совершенно точно а пока мы едем в париж 27 января 9 марта мы едем берлин и две экскурсионные группы набираются в питер с 3 5 января и сообщит со 2 по 4 мая друзья мои объявлял о том что 7 января будет экскурсия в москве она переносится на 8 января ну в общем небольшая катастрофа 8 января тоже выходной день 18 и 19 января тогда мы продолжение сериала романовы без соплей 18 января в петербурге 19 января в москве в петербурге в пространстве пряники ну как пространство такая маленькая квартирка возле стеной площади 19 января в привычном для нас месте библиотеке имени толстого на кутузовском проспекте 24 я расскажу про великого князя владимира александровича который получил прозвище владимир кровавый и про его очень однозначную супругу про сына их довольно тоже знаковую персону в плане истории дома романовых кирилла владимировича я наверное не расскажу а посвящу ему и все последовавшие за этим истории отдельную лекцию потому что как вы знаете он разгласил себя императором всеяруси будучи в эмиграции ну и там в общем то были конфликты внутри правящего дома и в общем то все вот эти так называемые романовые которые сейчас есть они в основном от него соответственно ссылки на это все вы можете точно также найти вот там внизу оставляйте ваши комментарии увидимся пока